мне недавно написала девушка после того как я выложил фотографию доллара типа пошутил в инстаграм выложил написал что вот я прошел инициацию масонов и мне такие сразу начинают скидывать ролики про рептилоидов про систему денег что это зло и так далее ну на самом деле во первых хочется сказать что человеческое сознание оно так или иначе управляется не всегда самыми возвышенными эмоциями и ощущениями и чувствами и именно поэтому человек склонен придавать тем или иным явлением определенный окрас а тема масонства тема некого тайны некой тайны структуры которая стоит за внешними событиями она будоражит сознание человека наверное испокон веков человеку всегда хочется увидеть помимо его реальной жизни что-то еще по двум простым эмоциям первая эмоция это эмоция страха потому что человек всегда склонен просчитывать опасность поэтому если в этом мире существует некая сила которая способна на него влиять он хочет на нее узнать и второе это эмоции зависти потому что в человеке есть такой внутренний инстинкт к обретению силы если где-то есть какая-то истина какое-то знание или какая-то сила человеку очень хочется к ней прикоснуться так как эти эмоции не совсем возвышенные и они имеют тенденцию к тому чтобы при отсутствии контроля сознания расти и увеличиваться своей интенсивности человек доходит до довольно таки иррациональных нелогичных концепций которыми он пытается объяснить внешний мир очень часто он соединяет какие-то древние мифы какие-то заблуждения которые есть в истории какие-то отголоски шаманских культов типа рептилоидов до типа темы рептилоидов и лепит все в одно и это одно завязано на тех же самых эмоциях как на муке из завистия и страха именно поэтому то что мы имеем в общественном сознании относительно тайных обществ культов в частности масонов является весьма себе вот таким непонятным пирогом который вылеплен из человеческого невежества если говорить о реальной истории и о реальном реальной сути явления надо понимать что объединение и общество людей которые ищут и стараются постигнуть истину они существовали всегда если мы ограничимся вот нашей цивилизации до которая зародилась до нашей эры не так давно ну то есть десять тысяч лет пятнадцать тысяч лет начиная с древнешумерских культур через египетскую культуру к современной цивилизации то мы на каждом из этапов увидим тайные общества и мы увидим тайные процедуры скрытые процедуры которые раньше именовались мистериями до какому они были скрыты сейчас сейчас объясню которые стремились неким образом культивировать сохранять истину для чего для того чтобы понять этот вопрос нам нужно понять что человеческое сознание но неоднородно если мы спустимся там на 50 лет назад мы увидим куда более темное и костное сознание чем мы имеем сейчас на планете если мы уйдем на 2 на 3 на 5 тысяч лет назад то мы увидим сознание которое настолько которая настолько низкая которая настолько дремучая что определенные истины в нем не могли ужиться именно поэтому очень часто для того чтобы сохранить те или иные учения людям приходилось ограничивать к ним доступ и разумеется здесь есть две стороны медали поскольку с одной стороны с одной стороны это стремление оно было абсолютно логичным нельзя дать человеку на недостаточном уровне развития определенную информацию если вспомнишь древних правителей которые именовали себя себя детьми или наместниками бога на земле то ты увидишь что они могли под этим прикрытием творить абсолютно ужасные вещи и для человека осознание собственной божественной природы которая является на самом деле корнем всех эзотерических то есть скрытых учений испокон веков начиная с египетских мистерий заканчивая современным масонство вот это осознание божественной природы человека она так очень сильно вуалировалась и скрывалась с одной стороны в этом как я уже объяснил есть позитивная сторона другой стороны надо понимать что люди которые утаивали истину не всегда оставались являлись людьми более высокоразвитыми чем те от кого утаивали условно говоря пастухи не всегда были более развиты свои свои паства именно поэтому очень часто эта истина использовалась для манипуляции людьми для сохранения власти и мне здесь хочется абстрагироваться от заговора потому что я уже говорил любые концепции о заговоре это концепции подтверждающие человеческую природу которая базируется на страхе теория заговора нет ничего кроме страха а но это не заговор а логика власти вот логика власти она вот именно такого чтобы ограничивать людей которыми ты хочешь управлять от неких концепции от неких осознаний которые могут поставить твою власть под сомнение и когда мы как бы задумываемся об этом то мы начинаем понимать что человеческой истории нету каких-то отдельных от человека или каких-нибудь тайных скрытых мудрых сил а мы видим просто одних людей не очень разных которые пытаются управлять другими за счет утаивания истины об этом мире и именно поэтому позитивно ли это или негативно ли это сказывается на человечестве зависит только от того какова динамика развития человеческого сознания вот если мы возьмем древние древние цивилизации то мы увидим что для них жреческие мистерии и наличие истины которые закрыты от широких масс людей работал наверное более конструктивно чем не чем не чем деструктивно для нашего же времени когда человеческое сознание готова воспринять эти концепции это утаивание является более деструктивным она просто не имеет смысла потому что вся информация сейчас распространяется мгновенно много причем информация поэтому мне на самом деле в наш с тобой разговоре хочется просто демистифицировать то есть убрать вот этот налет мистики ощущение страха зависти пережить какого-то внутреннего беспокойства по этому поводу и сказать что на самом деле вся истина которая была известна современной эзотерике которые получают медиумы она была испокон веков известно тайным обществом и там не было ничего кроме того что хочу мы говорим сейчас о том что человек изначально божественным о том человек является неким неким конечным выражением бесконечного источника о том что нет понятия греха нет понятия наказания, да, о том, что мысль может влиять на материю, о том, что потенциал человеческого тела и разума, он на самом деле безграничен, человек может достигать, каждый человек может достичь такого просветления и такого состояния сознания и вибрации его телесной материи, что он может по-настоящему творить все эти чудеса, которые описаны в священных текстах и которые как бы были присущи только мастерам. Вот и все. И если на определенном этапе человечества были сообщества, которые могли эту истину культивировать, сохранять, и они находились в самых разных отношениях с теми, у кого есть власть. Некоторые подвергались гонениям со стороны власти, некоторые, наоборот, использовались властью для того, чтобы управлять другими людьми. Но одновременно с этим в этом не было ничего такого, что нам бы сейчас было неизвестно, и более того, что неизвестно человеку, который просто открывает глаза и смотрит на мир. Потому что истина, она вот в каждой вещи, она вот, как мы любим говорить, в каждом голубе. Каждый голубь содержит в себе всю истину о мире, и не нужно искать какого-то, не нужно вестись на мистицизм, и искать какой-то еще подоплеки, и вариться в этой каше из мифов, фактов и всего остального. Знаете, как говорят, что у страха большие глаза, да? Вот у страха большие глаза настолько, что он там увидит рептилоиды, и демонов, и какие-то страшные культы, и заговоры, которые испокон веков тянутся, и инопланетян злых. Он увидит в этом все просто потому, что он не знает по-настоящему, какой реальный мир. А для того, чтобы узнать, какой реальный мир, нужно заглянуть в себя. И это единственное, наверное, знание, которое лежало в основе всех объединений искателей истины на протяжении истории.